Детектор лжи Полиграф регистрирует целый комплекс физиологических показателей, таких как электроэнцефалограмма, кожногальваническая реакция, электрокардиограмма. Полиграф в основном состоит из трех устройств. Первые датчики, с помощью которых контролируются и получаются данные о психофизическом состоянии организма человека. Вторую электронно-вычислительная машина, чаще всего ноутбук или компьютер, который производит записи и обработку полученных данных. В дальнейшем она переводит полученную информацию в аналоговый код и передает ее на выводящее устройство. Чаще всего применяется осциллограф, принтер либо экран монитора. По результатам анализа данных полиграфолог сообщает о проявлении истины или лжи со стороны вопрошаемого. При этом реакция человека может быть совершенно неизменной, без смены выражения лица и отвода глаз или движения частей тела. С человеком проводят собеседование и в ходе этого собеседования наряду с нейтральными задают вопросы, которые и составляют предмет соответствующей заинтересованности исследователя. И, соответственно, по характеру физиологических реакций, которые сопровождают эти ответы на самые разные вопросы, можно судить об эмоциональной реакции человека и в какой-то степени о том, насколько искренне он отвечает на вопросы. Но в работе с полиграфом возникает ряд трудностей, которые заключаются в том, что проверяемо помещается в непривычные для себя условия. Весь процесс напоминает медицинское обследование, из-за чего может возникать дополнительный стресс, который полиграфолог должен заранее выявить и ослабить, чтобы не были изменены показатели. Иногда специалисты, работающие с детектором лжи, стараются сделать так, чтобы не нужно было ставить датчики, проверяемый даже не предполагал бы, что его вообще испытывают. Надо понимать, что сама процедура вот такого собеседования или допроса, она сама по себе может быть очень неприятна для человека, которого обследуют. И возникающие по ходу этого физиологические сдвиги, они будут отражать эмоциональную реакцию человека не на вопросы, которые ему задают, а на саму процедуру обследования. Однако важно отметить, что детекторы лжи не являются абсолютными, они могут допускать ошибки. Основные факторы, которые могут повлиять на точность результатов – нервозность физического и психологического состояния тестируемого, а также опытность человека, который делает проверку. Полиграф – полезный инструмент для раскрытия правды и предотвращения мошенничества, но он требует профессионального подхода при использовании и в лучшем случае сочетании с другими методами для подтверждения результатов. Карина Саяхова, Илья Хананова, Аделя Файзулина, Универ Новости.